Девушки отдыхают 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 Так, Ангола, Индиана Задания пари принесут награды, если доберешься до указанного города за определенное время Развлеки меня, дам тебе 13 баксов, если доберешься до города Блумингтон за 4 часа Блин, ну давай на самом деле, это даже поинтереснее будет Просто внизу там только радио, давай Получается нам нужно в Лассал и потом туда Так, ну и розыск у меня не шибко жесткий, поэтому нормально Копы Или там какая-то коповская встреча Встреча на дороге, буря и жертва Из-за желкой грозы тебе приходится сбая скорость Он хочет показать ей мир, переписать прошлое, пока не слишком поздно После ливня ты высаживаешь их на автобусной станции В этот момент Джеймс понимает, что потерял бумажник Ему нужны деньги, и поэтому он предлагает в качестве оплаты лекарства Аниты Просто дать ему денег, обменять, не помогать им Украсть таблетки Да не, не, я нормальный чел Я просто дам ему деньги Так, ну вот, ну это положительно влиять может на сюжет Если у меня будет хорошая честь, так сказать Так, ну мимо копчиков мы вроде проехали нормально Так, хорошо Легальные гонки Мы только в нелегальных участвовали Первое желание бежать, но тебе любопытно, что это за страшный коп Я не хочу сажать тебя в тюрьму, начинает он Единственное, что мне надо, это доказать тем, что я по-прежнему самый быстрый в округе Один честный заезд, или я усложлю тебе жизнь Выиграй, и я скажу своим парням, чтобы они не остались от тебя Да, давай согласимся, почему бы и нет Сосредоточься, ты можешь выиграть Пыльные равнины Да че там у Копперса, тачка как будто быстрая что ли Ну да, может она там чуть подзаряженнее, чем обычная гражданская, но... Да я его разнесу, блять Сандей на смену едет, Сучара Погоняться хочет Субтитры сделал DimaTorzok Блин, ну хот-рот прям урлыкает красиво У меня экипат еще прям так охуенно вибрирует под движок Прям погружение такое нормальное Опять эти штуки на дороге Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Че там, где Копчик? Ну Копчик далеко уже, нормально Блин, вот это опасные места на самом деле С этими съездами, блять Потому что тут контейнер впечататься как нехуй нахуй Это я уж знаю точно Проходили Субтитры сделал DimaTorzok Блять, я точно туда поехал вообще Наверное, да Нормально Итак, мы с вами заходим в поезд и замечаем, что этот чувак лет сорока Садится рядом с блондинкой, которая едет одна Эй, милая, что считаешь? Почему такая грустная? Девушки явно не по себе Но она слишком вежлива, чтобы сказать ему, чтобы он отстал Я вижу, как он касается ее колено И мне это не нравится Все, хватит нахрен Мы с вами хватаем его Я в ярости Парень явно напухан Я объясняю ему, как это было грубо И выгоняя его на следующей остановке А девушка? Она в шоке Виде, как девушки противостоят такому чуваку Да, мы, вы способны на многое Они не слушают Они не слушают Заставь их Да, у нас такие сейчас тут Фемрадио, так сказать Не, ну хотя бы в этой ситуации они, конечно, все правильно делают Мне тут приставать Так, погоди А он же сказал, что от меня отстанут А, ну все, нормально Ты выиграл гонку Видимо, это значит, что ты самый быстрый гепард в округе Все, найс А может того базированного чувака на радио Да видишь, мы же не выбираем, так сказать Куда Ну точнее, какое радио нам слушать и где Так, исследуем Королева цветов, часть первая Я пари проебал? Серьезно? Блядь, стой Вот какие выводы можно сделать из этой сцены Недавно здесь проходило уличное представление Я оказал, что исполнительница была не только королевой цветов Но и воровкой Обвинитель письма взволнован Заметив твой автомобиль Его глаза расширились Это ты, не так ли? Джак-а-лоп Слушай, скоро выборы Эта мошенница забрала мои гребаные часы Мне лучшее амплуа для политика Копы бесполезны, но я уверен, что ты быстро ее догонишь У меня есть друзья в полиции Откажи мне эту услугу И я облегчу тебе жизнь Если откажешься, доложу о тебе Блядь, ну зато какой прирост славы Я тебе не гоночный пес Туда нахуй Да, проиграл пари, короче Тогда нам не имеет смысла ехать сразу вниз Имеет смысл в Демойн Там у нас две встречи и гонка В принципе, норм Да-да-да-да-да Ждут меня уже, суки, там Уличная гонка Ждет 14 баксов и сможешь победить Поехали Три противника Жестко Ты хоть одну гонку проиграл? Еще нет Блин, идти быстро, суки Нормально Да-да-да, вот, блять Я вдавливаю педаль в геймпад Максимально как могу Вот, блять Вот, блять Нормально Да, блядь, что-то с этой трассой не так-то Че тут все подпрыгивают Пизда Бля, возрождение Ну там смерть была, это правда Там была смерть Ну это наше первое возрождение Ну так вот хитрая игрулечка сгенерировала ситуацию, блядь Что черек там справа, типа затупил, затупил, блядь А я нахуй насмерть разбился А возрождение ограничено, я думаю, да Здорово, Токси Кейдж Или они влияют на очки стиля просто и все Я вижу скоротку, я и воспользуюсь Это самые легкие 13 баксов на самом деле Да Эти денюжки честные В прошлом году мы пошли куда-то на нашу 18-ю машину Карл сильно напился Когда мы возвращались домой и шли мимо церкви Святого Матфея Бездомный попросил у нас мелочь Карлу не понравилось, как он на меня посмотрел Ударил его так сильно, что тот уплюнул в зуб Я закричала Он продолжал его бить А бездомный умолял остановиться Я пыталась оттащить Карла Но он просто продолжал его бить После этого Лицо парня Я хотела вызвать скорую Но Карл запретил Так что я не стала этого делать На следующий день этого человека показали в новостях Оказалось, что он чуть не умер Моя трусия чуть не стоила кому-то жизни Я этого никогда не забуду Вот так вот, блять Да, ох уж эти мужики в натуре, блять Им лишь бы пиздить Ссориться, драться Вот так вот Эх Чуть-чуть, да Чуть-чуть из возрождения мы не додали Ну и сильнее на фулу был тоже Так, у нас очередная встреча Горячая погоня Ого Преодух автомобилей возвращает тебя к реальности Желтая со стороны легалки напоминает супернавроченную полицейскую машину для погони Вторая беглец Выглядит как авто из будущего Четырехколесная машина времени Они мчатся прямо на тебя Чтобы уцелеть тебе придется вытеснить кого-нибудь из них с трассы Но кого? Да, блять Ну конечно полицейскую машину Че, я уж братишку буду подставлять, что ли Полицейская машина в последний момент стушевала И съехала с трассы Это безумие С тебя должок, скоростник Но откопов я теперь скорее всего не уйду О, нет, слушай, ушел Отшельник и буйвол Крутой дядька Человек, стоящий посреди дороги, совершенно неподвижен И даже не вздрогнул, когда ты подошел Довольно необычное зрелище И он и его спутник, буйвол безмолвно уставились на тебя Затем ты слышишь его глубокий, с придыханием голос Он говорит, что сегодня хорошая погода Да что с ним такое? Он достает все это из своего ранца и вручает тебе две маленькие деревянные фигурки Спроси себя Что ты больше всего ценишь жизни Людей Или покоя и одиночество Выбирай сумму Я выберу людей Фигурка козла плюс слава Потому что люди козлы Так, нормально Демоин О Чел просит меня доставить это в Салину в Канзасе И я получу 8 баксов за это Идет Ну в принципе я и так хотел съезжать вниз плюс-минус Мне же там куда-то надо Давай возьму Да, мне он туда надо То есть я могу доставить и поехать, например, оттуда дальше опять же вниз-вниз И налево-налево И будет норм в принципе Отдыхать пока тоже не стоит Но у нас фокус в принципе в порядке Или погодите, или фокус должен быть полностью заполненным А, он должен быть заполненным Да, блядь, тогда надо, наверное, подождать Четыре часа Подождем Очень близко, блядь, страх Пиздец как близко Это вообще охренеть, блядь, просто Так, едем вниз В Канзас-Сити Штат Миссури И надо прям нормально так поддавить педальку Как будто бы Да, копы могут попасться, но Нормально, мне повезло Ну как повезло, я успел сработать педалью опять же Встреча на дороге спокойная гонка Твоя поездка проходит на удивление спокойно Впереди никаких опасностей Погода хорошая Можно забыть о своих заботах и наслаждаться дорогой Слушай радиопередачи Неплохо, да? Принять участие в спокойной гонке Подкаст Принять участие в спокойной гонке Только музыка Отказаться от участия в спокойной гонке Без негативного эффекта Ну давай с музыкой Плюс гонка Спокойно, удачной поездки А, ну участие в гонке повышает уровень розыска, блядь Интересно, еще я сам с собой буду гоняться? Прикол А музыку? Блядь, даже музыки нету А в чем соль гонки тогда? Аксения, какая-то музыка на фоне играет все-таки Аксения, какая-то музыка на фоне играет все-таки Ты что, ты бикаешь, блядь, я же нормально проехал. А, да, это из главного меню музыка играет просто. С короткой давай. Блядь, вот посмотрел в чат. Это типа розыск променял на прокачку? Да я хуй знает. Мне просто кажется, нам даже за это ничего и не дадут. Мы просто проедемся. Написано было, что дадут. Ну ладно, пускай дают. КОНЕЦ Так много у них тут дорог чинится, а, блин. Ответственный, ремонтирует все. Ой-ой-ой. Нормально. Ну, немного по-другому ощущается этот ход рот, нежели прошлый маслкар. Он такой более дерзкий, срывистый. Но я уехал. Этот биологический вид, которому мы принадлежим, однажды исчезнет на благо планеты. Эта мысль вызывает у меня радость. Джордан, Колин, Леонард. А, гонка завершена, это было круто. Выбери награду. Остановить страх, плюс фокус и минус розыск. Леонара плюс фокус все-таки выберу. И да, волну, блядь, прям плотно. Все, тут уже аккуратнее. Нормально, мы от страха хорошо держимся. Плюс фокус у нас есть. И состояние автомобиля тоже более-менее. Ах, нихуя себе. У меня закончились деньги. Я могу попытаться образумить владельца или бежать и столкнуться с последствиями. Бля, без бабла тяжело, конечно. Здорово, ребятки. Спасибо, Леха, большое за рейд. Здравствуйте, ребят. Блядь, ну давайте попробуем уговорить, наверное. Хотя, а не, я даже не могу. Мне даже выбора не дают. Я могу только бежать. Окей. Да, видимо, у меня недостаточно репутации. Поэтому только бежим. Хозяин вызвал копов. И они тут же отреагировали. Теперь их нужно сбросить с хвоста. Блин, я очень надеюсь, что нам автопуть не выберет. Потому что если мы еще не заедем и не сдадим посылку, то я вообще без денег охуею тогда. Это Джек-Алопи. Блядь, там Роуд-Глок. Нихуя себе. Я даже... Я даже не ожидал такого. О, Блядь. Это было очень близко. Эй, это Трайвер из Ньюз. Боя работа, пугая эти копы. Блин, тут такие ужин трассы потяжелее прям идут. Да на, блядь. Тебя пытаются арестовать. Да, да. Пускай попробуют. О, скоротка. Ребята, у меня есть еще не особо показываются просто алерты и все остальные штуки из-за, скорее всего, обновления драйверов. Вот. Так что сарямба. О, блядь. Это плохо. Это плохо. Блин, а нифига. А тут копчики-то подушнее стали. Нормально. Давайте, пацаны. Я даже тут через коротку проеду, чтобы наверняка... Просто хочешь такая фигня, я перед стримом решил обновить драйвера на видюху, потому что недавно про это разговаривали и там писали, да это важно, это важно. Люди действительно слушают твои передачи, а не слушают этого, этого мошенника, этого маленького, жалкого подобия человека. Да ладно, люди, откройте глаза и уши. Давайте посмотрим на эту чушь про брак, это святое, что долг жены поддерживает своего мужа. Ты несчастлива? Это сводит тебя с ума? Что ж, все просто. Не будь такой эмоциональной, милая. Просто слушай своего мужчину. И самое смешное, мистер Лендри, ты сам эмоциональный по своим меркам. Да, Стив. Гнев это тоже эмоция. Мой тебе совет, мистер, не будь таким эмоциональным. Ты же не хочешь, чтобы люди путали тебя с женщиной. Боже, правый, мне так жаль его жену. Ну и вот, короче, я обновил драйвера, в это время у меня был включен ОБС. И я его и не выключал. И у меня вся лертона сломала, блядь. Ну, скорее всего, я другой причины не вижу. Блядь, тяжелая гонка была. Тебе удалось оторваться от полицейской погони. Но больше нельзя рисковать и оставаться в этом городе. А. А, так нормально. Так нормально, я и уезжаю. Нахуй надо, я в топику поехал. Обновляешь драйвера, перезагружаешь систему. Никогда я комп не перезагружал последние лет пять. После обновления драйверов. Давно уже это не надо. Так, развлеки меня, я дам тебе 80 баксов, если доберешься до города Оклахома-Сити за 4 часа. Давай, давай, я попытаюсь. Я буду давить вообще как ебнутый, но мне сначала надо заехать сюда. Я буду давить как ебанутый просто. Бля, главное, чтобы копы не появились. Главное, чтобы копы не появились. Я тебя прошу. Нормально. Ага, чел, хочет, чтобы я в Техас доставил посылку, но я не смогу. Я не успею просто. Так, теперь в Вичито. Ви, Вичито. Вичито. Ага. Так, сюда тоже на всех парах, нахуй. Не, ну, блин, ну, за 4 часа, это же бред, блядь. Время очень быстро идет. Так, исследуем место. Встреча на дороге, дальнобойщики. Толкотня, облака дыма, рев двигателей, запах масла, дешевое пиво, хорошо прожаренное мясо. Понимаешь, ты любил такие места. Неудивительно, что тебе удалось сразу найти общий язык с тремя дальнобойщиками за седним столиком. Но один из них перебрал. И вскоре начал глумиться над тобой. Ты хорошо знаешь такой тип людей. Нас слишком много работает, мало зарабатывает, ты невысокого мнения о себе. Так стоит ли ввязываться в драку? Так, ну, я припугну его. Привет, Сулаклауд. Тебе удалось избежать потасовки с дальнобойщиками, запугав их. Классическая беспроигрышная схема. Найс. Ну, то есть, у меня, чтобы доехать до Оклахома-Сити, часа два осталось примерно. И я сейчас на фулл пара... На фулл парейшенах просто полечу, блядь. И похуй на копов. Так, отлично. Встреча на дороге. Супер. Останавливаясь от дымящегося кратера, ты ожидаешь найти космический камень, а не ушибленного подростка рваном плаще. Девушка сгущенно улыбнулась. Может, это произвучит странно, но мне нужно воспользоваться твоим аккумулятором. Пробормотала она с сильным ирландским акцентом. А? Прежде чем ты успеваешь собраться с мыслями, девушка встает, проносите мимо тебя, открывает капот и ощупает разве аккумулятора. Вмем, что именно, она предлагает немного отдохнуть. Или золотую монету. Выбирай. Your choice. Давай монету. Боля, ну везде минус состояние автомобиля. Вот гадство, блядь. Давай монету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Состояние автомобиля-то вообще хуёвое. Ну ладно, у меня хотя бы есть бабки. Ну пари я проиграл уже, да? Или ещё нет? Блядь, я проиграл пари! И вообще вот просто за... За писюху, блядь, до этого. Ну что за говно? Да не поеду я до Техаса, блядь. Магазин. Всё, наверное, как будто бы надо покупать. Ну а нет, мне хватит только на... Бля... Ладно, давайте так. Панель предметов. Старые инструменты. Ну ладно, это уже гораздо лучше. Так отдохнуть, чтобы больше не требовался отдых. А, отдохнул, блядь. Со всей силы отдохнул. Блядь, у меня гонки нету здесь, это очень плохо. Но если я поеду вниз, то меня страх уже схватит. Так что надо ехать в Техас, в Амарило. Ехать аккуратненько теперь, наверное, уже. Поначалу хотя бы вот так вот, вот чуть-чуть поддавить, чтобы... Ага, ага. Вот суки и встали же, и не двигаются. Так, нормально. Капитализм лучшее из возможных экономических систем. В этом нет никаких сомнений. Благодаря ему зерна отделяются от плевел. Общество становится сильнее, лучше. Но, вопреки тому, что могут сказать некоторые псевдоинтеллектуалы, капитализм не всемогущ. Это хрупкая система. Утонченная. Ее легко повредить. Как, спросишь ты? Да очень просто. Ударь по основам. Наруж денежный поток. Перестану платить за товары. И тогда ты окажешься в двух шагах от общих жен. Коллективизм. Коммунизм. Мировой революции. ГУЛАГА. И лагеря перевоспитания для гетеросексуальных мужчин. Убежать с заправки, не заплатив, это как сделать первый выстрел. Этот чертов халявщик, мой центр, фундамент американского образа жизни. Он нападает на капитализм. Он разжигает революцию. Ха-ха-ха, сука. Ну, разжигаю, и че? Так, мы заехали в новый штат. У нас сбросился розыск. Урсула. Ты предлагаешь подвезти ее, потому что тебе надоело слышать, что у Стива Лэндри. Ее зовут Урсула. Она идет в другой конец штатов, на какой-то писательский симпозиум. Ты спрашиваешь ее о книгах, и когда она начинает говорить, о боже, перед тобой словно открылись новые миры. Драконы, призвики, волшебники, мифы, космические корабли, героини, новые планеты, утопические полисистемы. Достаточно просто слушать ее, чтобы вас тут запудоражить воображение так, как давно уже не удавалось. О, расслабиться, плюс фокус. Это охуенно. Это очень хорошо, что мы ее встретили. Я надеюсь, мне хватит этого фокуса до последней гонки. Эх ты, сука. Ай, блядь. А че ж так с баблом-то душат в этот раз? Пиздец просто. Ну бегу, блядь, бегу. О, полиция пыталась найти вора, но благодаря неприметности тебе удалось остаться незамеченным. Ура. Ура. Но я ничего здесь не могу сделать. Но мне надо ехать сюда. И, ну, если вниз вот так вот объезжать, страх точно меня нагонит. Даже если я на фулл скорости буду ехать, мне кажется. Так, альбукерки, не у Мехико. Развлечения в лесу. Что такое страх? Это то, от чего мы бежим. Брошенная машина на обочине тихой дороги в лесу. Самый подходящий вариант. Ты останавливаешься и заглядываешь внутрь. Воздух и улетает запах сигарет. Кто-то стоял большой бумажник. Собака смотрит тебе в глаза. Ее доверие безгранично. Громкие звуки из кустов привлекают твое внимание. Когда сходя его машины заняты, это уже ясно. А кошелек, конечно, так и манит себе. Да, и бензобак у них полный. Им будет крышка, но ведь они оставили собаку. Очевидно, это плохие люди. Или нет? Бля, ну состояние автомобиля... Но минус репутация. Да не хочу я, как... Не хочу я гнидой быть. Там ребята развлекаются, кайфуют. Че я, блин? Я уйду. Нормально. Так. Давненько это было. А теперь кто знает. Покое сейчас и полицейские подразделения в стране охотятся за Джакалопи. И это может оказаться именно так, ребята. Я имею в виду это безумие. Ведь это все, о чем они сейчас говорят. Весь мой чертов район наблюдает. Это как... Это как чертов финал НБА. И это всего лишь один мужчина. Или женщина. Вчера закусочные мне не дали переключить канал. Все хотели смотреть новости. Но ведь когда это... Когда-то это должно прекратиться, верно? Если ты слушаешь Джакалопи, не делай глупостей, ладно? Если они тебя поймают, то поймают. Может так и должно быть. Хорошо, спасибо. Если они меня поймают, то меня поймают. Я полностью согласен. Так, у меня копчиков приехали. И давануть. И давануть гашеточку. Поддавить, поддавить, поддавить. Нормально. Ааа, так. Я дам тебе 18 баксов, если сможешь меня догнать. Но у меня уровень фокуса низкий. И хватит ли мне на финальную гонку. Сука. Да поехали, блять. Я никогда не откажусь от гонки. Возможно, сейчас засыпать, конечно, буду. Но что поделаешь. Так. Я уже начинаю засыпать, причем. Да, 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 да. Нормально, нормально, нормально. Музыка же громкая. Как вообще можно уснуть, блять? Хорошо. Челик тоже, видимо, уснул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Снова этот взгляд и голос, только не это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Снова проваливаясь в бездну, ты понимаешь, что твои неудачи не были случайностью Что-то не так Кто-то мешает тебе победить Этого странного водителя И пока ты не победишь Ты застрянешь в этой петле Почему это происходит? Что это за голос? Почему ты не можешь вспомнить прошлое? Вопросы все еще эхом отдаются в сознании Как вдруг все вокруг погружается во мрак Я должен попробовать еще раз Это твоя последняя мысль перед смертью Это победа или проигрыш? Ну, это скрипт Это скрипт Так, у нас тут монтаж Монтаж нашей поездки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok О, Европейский Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Так Пойду кофе бахну Давай, давай, Фон Крудыч Это Шфорд Ну Тхуй знает Возможно, возможно Вот то есть мы, получается, проходим третий эпизод На этой тачке и на четвертой нам дают еще одну Какую-то очередную машину Ну ладно, ладно Но просто мне кажется, этот эпизод побольше И если мы в него пойдем То остальные планы на сегодняшний стрим Маленечко у нас не то, чтобы выполниться Поэтому давайте на сегодня закончим Тогда мы эту игру пока не забрасываем Эннивей, мы продолжаем играть Просто, ну вот, оказался у нас такой быстрый заход Мне кажется, потому что мы просто летели Ибо у нас отсутствовали деньги Не заролило нам на бабло И мы поэтому старались лететь Вот, поэтому мы сейчас пока Выходим из этой игрулечки, мы продолжим эпизод Там два эпизода, в принципе, осталось до конца Так что нормально Субтитры сделал DimaTorzok